Трудно поверить, что этим танцорам хорошо за 60. Зажигательные рок-н-ролл они исполняют не хуже молодых. Кружок под названием «Танцы без границ» постепенно набирает популярность среди участников программы «Активное долголетие». Сейчас его посещают порядка 15 человек. Чтобы не лежать на диване и не дохнуть за телевизором. Поэтому решил сюда. Здоровья так чуть-чуть набираться. А так в молодости, ну и в детстве тоже танцевал. И рок-н-ролл, и твист у нас был. Ну а сейчас здесь все. И твист, и рок-н-ролл, и даже русский народный. На танцевальных уроках разучивают вальс, ча-ча-ча, русский народный и даже восточные танцы. Каждое занятие начинается с небольшой разминки, затем переходят к изучению базовых элементов и связок. Раз, два, три, четыре. Танцоров-любители часто приглашают выступать на различных мероприятиях и праздниках, которые проходят в округе. Старшее поколение принимает активное участие в конкурсах и фестивалях. Два года назад, вот до пандемии, мы ездили в Сергею Пасад на конкурс для пожилых людей. Сейчас вот тоже участвовали в конкурсе в Орехово-Зуево и вот прошли в финал нас. Пригласили, вышли мы в финал, вот теперь дальше будет соревнование. Там номинация хореография в разных видах. Современный, эстрадный танец, народный танец. Мы вот подавались в эстрадном танце современном с рок-н-роллом. Отправляли видеоматериал. Преподаватель Анна Рахвальская отмечает, что работать с людьми серебряного возраста особенно интересно. Ведь им важен не только спортивный результат, а сам процесс. Сначала были русские народные. Сейчас уже активизировались так, что уже современные, более подвижные просят. Поэтому в этом году мы с рок-н-роллом больше двигаемся, больше прыгаем, хлопаем. Поэтому все таком в ритме. Многие участники кружка танцевали в юности, продолжают заниматься и сейчас. Как Людмила Лозинская, которая передала свое увлечение детям и внукам. Танцевала я с молодости. Танцевала я в большом хорошем коллективе на Урале, в Доме культуры. После меня танцевали мои дети, потом уже внуки. И закончили Академию танца. Поэтому сейчас у меня уже правнуки, которые тоже танцуют. Сейчас представители старшего поколения активно готовятся к финалу областного конкурса «Танцуем для души», который состоится 28 сентября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Продолжение следует...